Ну надо, разначили. Что у нас сегодня читает? Есть добровольцы? Хабикады самоубийцы есть? А можно определить? Хабикады я не путала мальчикам для опорки молодого. Да, давайте. Знаете, у принца про него? Знаете, я читал. Я не знаю, насколько я сказал, но есть. Это правда. Потому что они были помадывания к куш, и их нельзя было трогать пальцы. Не встречал, наверное, профессионального пальчика. Я не понимаете, хотела, чтобы он сзади приносил левую пальчика. А по пару левую пальчика на опорки. Мне не предупреждение, чтобы приносило ему наверху удовольствие. Он смотрел снова. Камеру включили? Ну давайте. Закрытие, сзади приносили. На 5-й листах, это может быть на 10-й листах. На 5-й листах, это может быть на 10-й листах. Вставка, 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 вставка. Кто-нибудь спел? Я могу и дальше помочь. Не-не-не-не, надо переводить, на 5-й листах. Я переводить сделала? А давайте. Все нашли? Все нашли? Вот я так понимаю, что гонна это она все-таки. Сейчас, секундочку. Пусть все найдут. Все нашли, все открыли. Ну, поехали. Выше, наверное. Гонна это выше или сверху? Выше, сверху. Нажли? Нажли. Вот здесь написано сверху. К чему относится это? В предыдущей строке, я думаю. Естественно, да. А что у нас в предыдущей строке было? Вот эти львы были. Львы? Значит, главное. Вот то, что они держат его. Вот, это надо львами. А что вы видите надо львами? Драгоценность. Это так сиютибецы представляют пылающую драгоценность, исполняющую желание. Вот она, Чиндамани. Короче говоря, высший львов, вот эта пылающая трехцветная Драгоценность. Ты не был в музее Рериха? Да. А я вот не помню, в котором возник. В этом или в Нагае? Вот не помню, в котором. Там есть черный камень такой. Который Рерихам подарили Махатме. И это и есть тут сам Чиндамани. Ну тут-то навряд ли в Петербурге. Такого не может быть. Да, значит, в Нагае лежит. В Петербурге этого нет точно. Да? Этот музей, тот номинальный. Ну так. Ну и что же дальше? Выше львов, испускающих трехцветное сияние древоценность, есть символ. Сейчас будет переводить чего-то. Так, Мишка, Мишка, а кто испускает три? Почему испускает три? Хадок Сумденги О Барбе Дзепи. О Барбе Дзепи. Так что это у нас? Хадок Сумденги, это вот цвет. Хадок это у нас три. Все успеваете? Давайте медленно читаем. Хадок. Хадок это у нас что? Цвет. Цвет. Также Нурбу это что это такое? Драгоценность. Драгоценность. Сум это три. Сумден? Сумден имеет три цвета. То есть тот, кто имеет. И получается В Барва. Как переводится? О Свет Барва Сияет. Ну, Плать сияет, да. Пылающий трехцветным цветом. Что Платье трехцветным цветом? Пылающий трехцветным цветом, драгоценность. И Депе что это значит? Депе значит, что любые держат, я так понимаю. Нет, Депе это прекрасная. Прекрасная драгоценность. Да. Вот это прекрасная драгоценность, которая то-то, то-то, то-то. Короче говоря, есть символ. Сейчас будем переводить. Если не было частного. Да. И вот этот вот символ. И символ чего это? Для предложения. Начинаем с конца. Феми Ёмсу. Феми это называют люди Тибета, я так понимаю. Тибетцы. Да. Феми Тибетцы. Что все тибетцы, они покровительствуемы. Нет, нет, нет. Здесь нет такого. Здесь написано. Почтение у них какое-то. Вот, смотрите. Цэн это символизирует. То есть вот это драгоценность, какая бы там ни была, она символизирует. Что она символизирует. Дальше идет глагол. До цы идет глагол. То есть что-то здесь что-то делает. Вот что делает. И здесь у нас идет глагол, он сложный. Здесь, смотрите. Здесь написано ЦУК-ТУК КУРВА. Нет, нет, нет. ЦУК-ТУК КУРВА. ЦУК это что такое? ЦУК это ТОРОВА. Это ушнише, если бить. ЦУК это может быть. И ушнише. ЦУК-ТОР если пишется. А ЦУК вообще это макушка, темечка. ЦУК-ТУК КУРВА. А КУРВА это покровительство? КУРВА? Нет. КУРВА в данном случае почитать. Почитание. КУРВА это почитать, уважать и так далее. То есть ЦУК-ТУК КУРВА, который, ну вот так вот, почитает, то есть как бы с почтением на своей макушке носит или своей макушкой преклоняется к, я не знаю, то есть почитает, выражает почтение вот таким вот образом. ЦУК-ТУК КУРВА. То есть почтение вносят на своей макушке, можно так сказать. И что они ЦУК-ТУК КУРВА? Во-первых, кто? Вы это уже перевели. У нас кто стоит до чего? Все люди тибетцы. Да, то есть все тибетцы. То есть это у нас стоит в самом начале второй части приложения. И вот они ЦУК-ТУК КУРВА. Что они ЦУК-ТУК КУРВА и как они ЦУК-ТУК КУРВА? Здесь написано КУНЧОУ РИМБУЧЕ НАМСУН. КУНЧОК КУРВА. КУНЧОК КУРВА ДРАГО ЦЕННОСТИ. КУРВА. 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 К АКЛОК КУРВА. КУРВА ДРАГО ЦЕННОСТИ. КУRВА ДРАГО РИМaientОСТВА. КУРВА ДРАГО ДРАГО НУ ВОР ДРАГО. КУРВА ДРАГО 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 ДРАГО! Нам-Это сокращение от нам-ба. Сум, насколько остается нам-ба это значит вид. Иногда может быть аспект, форма и так далее, но в данном случае вид То есть намсум получается трёх видов Или три здесь надо перевести на русский Но если переводить буквально, то намсум это трёх видов То есть три драгоценности трёх видов То есть три драгоценности И дальше что здесь говорится? Такту Такту как переводится? Такт Всегда Всегда постоянно Такту То есть они вот постоянно или всегда И кямне как переводится? Объект прибежища Да, объект прибежища То есть объект, который мы принимаем прибежища Кямне То есть соответственно получается, что эта драгоценность Сияющая тремя лучами То есть сияющаяся лучами трёх цветов Символизирует что? Символизирует, что все тибетцы Всегда превозносят или всегда почитают Три драгоценности как что? Кямне Как объект прибежища Как объект прибежища Так ли это? Ну Все ретически Все ли тибетцы? Ну Почитают три драгоценности Нет, конечно А какие есть исключения? Как минимум бомбу не почитают Нет, у бомбу тоже есть три драгоценности Ну у них разные Они разные Они чуть отличаются Но в остальном у них с этим сложность То есть у них тоже есть и санге И гендин И собственно Ну они ничего не называют Они называют бон Но у них всё это есть Но у них даже конкур Моносество есть Ну да Но там такой момент Что видимо теоретически Почитают все В той или иной мире А можно попросить Все предложения прочитать? Вот это вот предложение у нас закончилось И что теперь дальше? Кто хочет почитать? Ты готов? Сереж, давайте вы почитайте Давно вы что-то у нас не читали С этим предложением у нас как? Не возникло трудности? Понятно всё? Но оно, видите, оно не повторяется Это здесь главное Дайте, ну вы легче, пожалуйста Вовремя Да, вовремя И правильно подставить слова В остальном всё то же самое И ещё раз до последнего будет И уже как русского У них никак у нас Да, да, да С русским с одной стороны Это удобно и хорошо С другой стороны Крайне неудобно и нехорошо В санскреде то же самое Свободы и порядок слов Там, естественно, немножко меняется Немножко меняется смысл того, что ты передаешь Но в остальном В остальном в принципе то же самое Что, Сергей, как? Ну, это мы перевод не готовим Может быть, кто-то, кто переводил, почитает? А кто-нибудь переводил? Честно, кто-нибудь переводил, чтобы мы не мучились? Давай, Саша Я у меня до конца так только не успел Сангей Не, нет Сэнгей, наверное О, да, Сэнгей Не, нет, нет Почему Годжил? Как это мы читаем? Хиль, да Вот она Почему Джип? А, ой, извините Так же у нас написано Да, да Гакю Каджок Кадок 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 Ни Ни ден Шик Сун Тэ Вет Тэ Хачек Голова Голова Чун А вы поделитесь, смотрите с кем-нибудь Это... Мичи Цэнмой Танмой 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 Чю Джип Нет, почему Джип Чжик 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 Да, чжик Чжик Нэнпо Ни-ни-ни-ни А... Ни... Нинпо Нинпор Нинпор Гюрэ Ухм Луксунг Ухм Лонг Лонг Дор Ви... Оландо виран Тим 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 че Сон че Сон че Те Па Па Че Па Че Че Па Че Там вместе же Нет, здесь Ран Чин Че Сун Пока Это Че Сун там написано Че Не 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 это Че Па Цинь написано Че Сун Че Па Цинь Че Па Цинь Ну давайте переводите Давайте поможем Давайте все вместе начнем Что там у нас получается Так Как у нас начнется Евгений 2.2 2.2 Подождите Сейчас я начну У двух львов У львов руки у нас? А то есть в лапах А здесь написано руки Есть специальное слово в тиберском для лап И в английском это тоже Это не руки Но здесь написано руки Буквально написано руки Но мы должны переводить я думаю правильно Поэтому на русский язык В лапах В двух львов что-то Драгоценный камень В двухцветном Да? Ну здесь написано Посмотри ниже, Сережа Саш Видишь Вот сверху там одно А ниже Что там у львов ниже? Вот такая штука как в китайцах Которые там Ну конечно не китайцы Вот это да Иньянь типа Вот это называется нурбу гакиль Нурбу это что это такое? Га это что такое? Радость А киль? Завиток в данном случае Нурбу гакиль это завиток радости Или его переводят как вихрь радости Кто-то его переводил даже как водоворот радости Ну водоворот здесь в ряде подходит Потому что здесь присутствует слово вода Ворот То есть это не очень хорошо А вот завиток или вихрь это еще куда не шло? А тут завиток или вихрь да Нурбул Просто я так переводчики просто Это словосочетание просто как драгоценное правильно Ну это немножко упрощенный перевод конечно Упрощенный да То есть я не заморачивался по отдельности А ну это так можно пропустить Да можно много пропустить да Ну вот здесь у меня например говорится Нурбул гакиль переводится как Coil of Joy Design То есть это такой дизайн Coil of Joy То есть это вихрь или спираль такая радости Как он здесь говорит Или здесь вот по-другому говорят Triskelion какой-то там я не знаю И так далее То есть Triskelion если у него 3 было в делении А здесь у него 2 Здесь не 3 Или я не вижу Или там 3 По-моему 2 Мне плохо видно Здесь качество конечно никакое Но по-моему все-таки 2 Угу и что там дальше? Ну и что-то там они Ну короче они поддерживают да Его держат Держат они просто Да Держат как бы соединенные вот эти да Нет 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 где соединенные здесь нет Ну вот это я перевел значит не понятно Держи мы любами вот этот самый символ чего-то Нет нет сумба это Дальщик это как это Нет Кадок это что это? Кадок это это Не это что это? Угу А не Дэн Дэн Ну как то обладает что-то как Так чем он обладает? Во-первых кто обладает? Во-вторых чем обладает? Обладающие двумя цветами Обладающие двумя цветами Что это у нас обладающие? Камень То есть вот эти 2 льва У них фуфрак Камень Вот они Обладающие двумя цветами Дальше после Дэна на что стоит? Щик Щик что значит? Ну как единый Один какой-то И сумма что у нас значит? Держать Держать А зачем там стоит эрготип? Зачем он стоит? Снородный падеж? Этим символизируется держание То есть вот этими львами Которые синге не надо на руку Вот этим вот символизируется То есть держание Но если буквально переводить То здесь соответственно должно быть держание Вот этим вот держанием символизируется что? И у нас последние видите Цены То есть символизируется Что здесь символизируется? Символизируется что? Что? Чесунчева Чесунчева Что это такое? Переводили кто-нибудь? Чесунчева 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 Чтобы понять что символизирует Давайте начнем с глагола Нам будет легче придумывать Что мы там хотим Почему в словаре Тей гуд керла Тей гуд керла Тей гуд керла Тей гуд керла Это значит как переводится? Тей гуд керла Заботится Заботится Да Нет здесь не Во-первых здесь глагол смысловой ЧЕВА Не является смысловым ЧЕВА это скорее здесь Спомогательный глагол Но имеет обычное Главное значение Как что? Делать ЧЕ это что это? Как у нас переводится? ЧЕ и ЧЕ Разные вещи ЧЕ что у нас знать? ЧЕ сумму Из ЧЕ суммы Вот это ЧЕ как переводится? Ну если не переводили Ребят, давайте в словарь сейчас Заглядываем и переводим ЧЕ Заглядываем и переводим ЧЕ 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 Вот что это значит? Вот это что значит? Вы не можете найти или перевести? Чей это важный, дорогой? В чем проблема? Чей это важный, дорогой? Дальше к нему можно прикрепить этот глагол Потому что он и к первому, и ко второй части относится Чей это что? Делать важным Что это значит по-русски? Ценить, считать нечто важным Дальше у нас чей и вторая часть этого глагола сложного Что написано? Сумг. Сумг что значит? Мы это проходили уже Оберегать, хранить То есть чесунг чева Значит хранить, считать важным и оберегать Все это в одном глаголе Если у вас не находит Вместе что это все значит То можно посмотреть так Вот у меня например есть это И чесунг чева Вот этот словарь он дает значение как Любить, читать возможным Приглядывать, заботиться, защищать и так далее Оберегать и так далее То есть чесунг чева Это значит читать что-то важным и защищать это Или оберегать это То есть это символизирует что? Что кто-то что-то там считает важным и оберегает Это понятно? То есть если вы не находите какое-то слово в словаре целиком Надо его разбить на что-то и Попытаться перевести отдельно И наоборот, если вы переводите отдельно Все равно получается какая-то пилиберда Попробуйте найти в словаре все вместе Вдруг выйдет что-нибудь Если в том и в другом случае Ничего не получается Ну значит текст открыт для ваших стекуляций Можете фантазировать и придумывать все что угодно Есть у меня знакомая Когда переводят Такие вещи конечно переводят Ну что, перевели вот эту часть? И дальше что значит? Давайте начнем дальше сначала Здесь есть термины НХАЧУ и ГЕВАЧУ Что это значит? Десять добродетелей Божественные Это Божественная Дхарма Десять добродетелей Какие это Десять добродетелей? Скорее всего те самые Десять добродетелей О которых мы обычно говорим А дальше на что написано? А... Велигиозные люди Да? Нет, это не религиозные люди А что это верующие? Нет, Чой это Чой Амичой это человеческая Дхарма Ну здесь параллельно Посмотрите ЛХАЧУ это какая у нас была? Божественная МИ это Человек Мичой Человеческая А если бы было КИ написано Собака Кичой была бы какая? Собачья была бы Но здесь нет, слава Богу, собачьей И дальше у вас в словарях Неужели нет такого? Мичой ЦАМА ЧУЧУ Посмотрите ЦАМА что значит? Чистая ЧУЧУ ЧУЧУ что значит? Сосна Посмотрите что такое Мичу ЦАМА ЧУЧУ Это есть в любом словаре Это законы Которые придумал Сон Цзэн Гампо Что это? Десять Это КЛЕШ Это стоит ЯС ДжУП Здесь вот На английском этого нет Но на тибетском написано Что это? Шестнадцать законов Которые были придуманы Введены Царем Сон Цзэн Гампо И вот он здесь их перечисляет Я не буду все переводить Переведу первые два Это значит Почтение по отношению К трём драгоценностям Которые являются Рассматриваются В данном случае Как Божество Дальше Изыскание и практика Святого Учения Отплата за доброту родителей И так далее То есть это вот те вот мирские Здесь вот вместо человеческих Можно перевести мирские То есть здесь как Противоположности Божественные и мирские То есть это вот мирских дхарм Шестнадцать мирских дхарм Мы не будем Представить, кстати Вот у Чандрадаса там много где-то Нет никакого у него То есть что это получается? Десять чего? Божественных дхарм Которые Десять добродетельных Божественных дхарм Дальше что? Шестнадцать мирских Шестнадцать мирских Шестнадцать мирских что? Тхарм Чистых там Видите написано? Чистых, да Дальше что у нас написано? Немпор гюрвы Немпор гюрвы Луксун Ландорги Рандорги 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 То есть дальше что написано? Немпор гюрва Что это такое? Сердцевину Сердцевину Как там? Сердцевину или сущность Это часто переводит На английском есть такое слово Пиф То есть значит Сущность Сердечная часть Сущность Немпор гюрва Как переводится? Гюрва что значит? Кто-нибудь смотрел? Быть Так Или другое значение должно быть 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 В словарях это может быть не удается Но Немпор гюрва Это не которые становятся А которые являются сердечной сущностью чего-то Чего сердечной сущностью? Сочетание двух традиций Нет? Нет Здесь сущность вот этих вот двух предыдущих А дальше идет Луксун Две традиции Две традиции Какие две традиции? Светская религиозная Да Светская религиозная Да И вот смотрите Луксунги Немпор гюрва То есть становятся сущностью чего? Родительная поддержка к чему он у нас прикреплен? Он так же видно Гландор Нет Гландор это вот с ним У нас родительная поддержка К чему прикреплен? Гландор Нет Или нет? Вы дальше бежите Вот Луксун у нас есть Немпор гюрва у нас есть Родительная поддержка между ними стоит или не стоит? Стоит И как его перевести здесь? К чему его прилепили здесь? К чему его прилепили здесь? К чему его прилепили здесь? Какие здесь? Суть Это две традиции Существа Ландор ги рандор ги рандим Ландор Вы знаете что это такое? Что такое ландор? Принять и отбрасывать Вообще лам это что такое? Что значит принять и отбрасывать? Что значит принять и отбрасывать? Лам это будущее время от глагола лен Лен что значит? Брать Отдор Отбрасывать Отвергать Это будущее время от глагола Ландор соответственно это принятие и отдача Имеется ввиду не в смысле как там лен принятие и отдача А здесь то что необходимо принять И то что необходимо оставить или отбросить Или отвергнуть То есть то что хорошее и благое мы принимаем То что дурное и нехорошее мы отбрасываем И дальше рам чин написано у вас Видите после ландор? Сейчас мы будем все это лепить вместе Но пока нам необходимо разобраться в словах Перевести их Что они вообще значат Рам чин поверьте там написано у вас? Угу Как это перевести? Рам Себя Рам это сам себя и так далее А чин? Правила Правила закон Рам чин соответственно? Собственный закон Собственный И теперь давайте все вместе слепим По отдельности слова все ясны? Теперь давайте все это вместе слепим Попробуем Здесь надо просто Надо просто Просто постараться Постараться мыслить логически Здесь Это язык Любой язык Он обладает хотя бы какой-то толикой логики Здесь у нас более того Все слова известны Нам необходимо только Определиться с синтаксисом Разобраться что где И слепить то в одно единое предложение Не придумывая от себя чин Это вот все что нам сейчас надо сделать Для этого мы начнем с конца и посмотрим Мы разбираем только вторую часть предложения Первую мы разобрали там понятно Во вторую у нас понятно что то что то символизирует Правильно? То есть вот эта вот драгоценность Которая инь-янь Она у нас что-то символизирует Символизирует она у нас что? То что Как мы перевели Помните вот до цинь что у нас идет? Что кто-то там ценит Или рассматривает Как нечто важное И оберегает Так ли так? Что оберегает? Смотрите Оберегает Смотрите Рангчим Как мы перевели сейчас это? Собственные законы Собственные законы Или правила Или установления Чего? Того что принять Надо принять и отбросить И отбросить Чего? Ну Ну То есть Ну То есть Свои собственные правила Того что необходимо Луксун Двух традиций Двух традиций Двух традиций и дальше что говорится? Дальше вот здесь вот Нюбор Гюрва Их Сущностью 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 Которых является Десять Божественных Десять Божественных Тхаров И шестнадцать Мирских Чистых То есть Ну предложение Я понимаю что оно сложновато предложение Но Ну уже ничего не сделаешь Читаем уже Мы все упрощились Ну давайте Пойдемте дальше Пойдемте дальше Кто хочет почитать дальше Кто не готов? Принять удар на себя Я чувствовал вы хотите да? Давайте Давайте Почитаем Давайте Посмотрю У вас тут что-то понаписано даже Чай это? 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 Пой Лицо, но там точка стоит. Как стадия, что у нас там получился. Это ЦОМАН. ТАМ, ДНГИ, НЕ. Так это исполнение. ТАГУЕШТАНУ ДАШИ? НЕ. ЖИМНЕТА. САНГЕ. САНГЕ. КИ, ТЕНБАЛ. ТЕНБАЛ. ШОК. ДИ. ДИ. САНГЕ. САУНА СКО ДЕЛАЕТ? ВСЕНГЕ. ЧЕГО НА МОЖЕ ТАМО СИГРАТЬ? ВСЕНГЕ. ЧТО НА ДЕЖАТЬ? ЧТО НА ДЕЖАТЬ? Ну, как это правильно сказать? НЕМЕЦКОМ ДЕЖАННЫЙ ТОЧКОМ? У нас СМЕХЧАЕТ предыдущий знак. СМЕХЧАЕТ. Пишем на запястье СМЕХЧАЕТ. 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 ВСЕНГЕР, МОСК, функция Закончников? Что Вы делаете được? Субтитры делал DimaTorzok 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 То есть заковать в железо, помните есть такое русское выражение, что это значит? То есть в кандалы кого-то заковать, вот чак имеет, если вот без этой са, иногда это имеет значение как, ну и как железо имеется в виду, как наручники, то есть оковы какие-то, чак-джок Но чаще всего это просто железо, а вот без са это уже палка для погонения скота Но я подозреваю, что первоначально она, видимо, была железная, поэтому так ее назвали Чаще вообще говорили на английском, да? Я не слышал, так что у нас получается здесь? Первая часть будет у нас что-то симулятивное, давайте посмотрим, что у нас первая часть будет? Посмотрите на картинку, что мы здесь не описали, что у нас осталось здесь неописано? Есть что-нибудь? Так, что значит он? Так Да А это край А еще какое значение? Пост Край Вот Дайте вам 5 рублей там, что ли А это край Посмотрите У вас, у кого распечатка, там не видно, видите? Здесь вот у меня четко видно, ясно Какой у нас край? Желтый То есть вы понимаете, о чем вы говорите? Акент, посмотрите, у кого-нибудь есть словариш, а чак, у вас должно быть это Первое слово прямо напишите вот так вот, а чак Та и чак, вместе А вы посмотрите сперва, что это будет Вот я знаю, что Сережа установил словариш Нет, не работает, Сережа сейчас скажет Нет, 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 нет Не работает Ну, как-нибудь пишите неправильно, конечно, нет Ну, как так можно писать, чтобы было написано Ну, есть такое понятие, как подписная Есть, только как правильно Нет, for of your, в данном случае, это не то значение, которое нам нужно Неужели там одно такое значение? Что же он такой словарь-то у вас не может быть, Сережа? У вас это просто форма, и нет ничего больше, да? Ну, да, это есть такая форма зеркала, но нам этого не нужно Ну, ладно, я тогда дам из этого словаря Здесь говорится, что здесь два значения Первое нам нужно, а второе значение Это ойкаймлять Ойкаймлять, да Бордюр Да, это бордюр или кайма Кайма, да Скорее, кайма, ну, можно и так То есть, сделано из, здесь написано G, то есть из ткани и так далее Ну, тут написано бордюр Угу Ну, бордюр, это, собственно, кайма и нести Ну, да То есть, соответственно, что у нас получается? С первым словом мы разобрались Хадок, что это значит? Сербой это желтый? Сербой это желтый? А золотой какой-то? Вот, это тоже надо знать, смотрите У нас тут написано желтый Золотой будет серб Вот это желтый А вот это золотой или золотистый Вот это вот решает все Потому что иногда переводчики они придумывают Особенно те, кто переводят на английский, на американский Они придумывают То есть, там написано, например, что Какое-нибудь желтое божество Они пишут золотистого цвета Там написано желтое Они пишут золотистого Чуть-чуть Разные вещи Я понимаю, что так красивее, когда ты говоришь, что золотистого Те профиксы это что, золотистые? Да, золотистый цвет Собственно, оно происходит от слова серб Что значит золото А можно вопрос? Супер золотого цвета или золотистого? Там написано в санскрите суварна 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 То есть это золото Золотого цвета Ну, можно сказать золотистого Здесь не знаю как лучше Я бы сказал золотого Ну и что у нас тогда получается? Где у нас стоит эрготиф? После сердца у нас стоит эрготиф? Да? Да Значит, что получается? Тхачак хаток сербфер Гемба что значит? Декорировать, формировать Украшать Декорировать Украшать После сердца у нас стоит эрготиф? Сербфер Сербфер Я вас украшу Стоит же у нас, да? Все видите? Да Что он обозначает? Вот это вот са после сербо Что он обозначает? Чем Что обозначает? Украшенный чем? Да Украшенный чем? Чем украшенный? Золотистый Тайма золотистого цвета Чему золотистого? В смысле? Желтый колой Узнали новое слово и все золотистого Понесло и после смотрите, гемпэ это украшать а гемпэ, видите у нас арготип стоит? что это значит? украшающее Сережа Сережа, вы меня разочаровываете Сережа мы уже сегодня посчитали, это восьмое предложение одинаковое, да боже ж мой в конце стоит глагол что это должно значить у нас? он символизирует что-то да, вот это украшение, чем? да, вот эти каймы что-то символизируют желтые каймы что-то символизируют ну, ребята, ну в самом деле, да что вы ну, второй день переводят спокойно, мы выясним сейчас, что это символизирует да я понял, что мы выясним а когда-то все спокойно хорошо, с первой частью разобрались давайте вторую переводим Серджиан Цом это полностью мне выдает вставать нет, Серджиан Цома должен быть ну, Цома Сер что такое? Сер это золото Сер мы только что с вами выяснили, что это золото джан это очищать джан это очищать, какое время? Цома тоже очищать, значит очищенное нет, Цома не очищенное джан какое это время? нет, джон было бы настоящее джан это будущее почему здесь стоит будущее? золото золото у нас обычно не будет, которое отчищено а отчищенное должно было быть какое время? отчищенное отчищенное это предпочтение это предпочтение прошедшего что там не хватает для прошедшего? сами хватает почему здесь Серджиан написано настоять, его в будущем не поймут зачем? не поймут должно было быть Серджиан то есть отчищенное золото Цома что значит? вам в данном случае не переводите ЦО как переводится? не знаете? смотрите словами как переводится ЦО вам не заряжено? да, сейчас ЦО я не знаю не знаю что у нас тибетский да? не-не-не у нас кто-то до этого был вряд ли к тибетскому ну вот у меня простите есть ЦОМА вот она вот ЦОМА да warm, boiled cooking pan ну это сейчас ну это ну тоже warm 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 теплый вообще это ЦО что? я поэтому говорю ЦОМА не надо переводить ЦО переводите ЦО что значит? потому что ЦОМА если буквально перевести это либо теплый либо вареный ЦОМА тот который приготовят причем вареный в смысле не жареный а свареный очищенный очищенный вот здесь очищенный здесь еще другое значение может быть расплавленый вот сама purified purified это уже скорее о масле наверное вообще ЦО это варить глагол варить да варить готовить может значение еще быть красить или излечивать болезнь и так далее красить тоже есть да но в данном случае это у нас очищенное сделано давайте открою окошко еще минут на 5 ничего? задохнемся сейчас сейчас заснемся выстрелок тогда слышу на улице что? выстрелок тогда слышу на улице я окно открою выстрелок извините не расслышал выстрелок слышал вы расстрелялись уже окончательно аааа выстрелок вы слышите но это не подумал, ну ничего, я беру днем как стрелять за кое к нему что же у нас получается? ЦУМА пусть будет отлично, то есть тогда САРДЦЯН ЦУМА ТАВУ что значит? подобные, отлично, а ТАВУИ зачем И стоит там? значит смотри, что после ТАВУИ, что там у нас после ТАВУИ, что и стоит? стоит САНГЕЙ, да САНГЕЙ нет, здесь не просто САНГЕЙ, а САНГЕЙЙ, ТЕМПА подобные учения ГУДЫ да распространяем МО, которая в 10 направлений чуклюк, мумето, мумето что значит? ну давайте переводи, я перевожу сейчас по большей муме что не работает я уже было для этого не только и вы не получили то есть здесь получается САНГЕЙ, ТЕМПА у нас какая какое САНГЕЙ ЛИТЕМПА САНГЕЙ, ТЕМПА САНГЕЙ это Будда САНГЕЙ, ТЕМПА это учение Будды которое подобно чиновину, САНГЕЙ, ТЕМПА которое подобно чему? очищенному, золотому золоту и что оно? чок, что это? Чего это направление? Чего это направление? А Дюй, что это? Динара, потерялись? Время Время, правильно А мумея, это надо переводить вместе Посмотрите, если не знаете словарь, что такое мумея? Ну, не, наверное, ограничение мумея Да, это лимит, граница, а мумея это бескрайняя В данном случае бескрайняя Мумеду, видите, мумеду Мы о чем говорили в прошлый раз? Мумеду будет уже что? Это у нас наличное образование какое-то, мумеда это значит бескрайняя То есть учение будет бескрайне Что оно может делать? Распространяться Пойдемте дальше посмотрим, что у нас Дарчингева, дар это что такое? Да У нас сейчас где-то щинг ставится между чем и чем Между чем и чем Между чем и чем у нас ставится Сейчас где-то щинг А у него подроны где-то? Мммм Мостые Среди силы его стреляют Между спаторил кто-то все-таки Не стреляют они Обидно Да Да что это у нас? Кто-нибудь перевел? Вы перевели наверное? Да Это был бы шок Если бы там не стояла частица щинг Частица щинг стоит между чем? Как там было в песне Между мной и тобой Между мной и тобой Между мной и тобой Между мной и тобой Чинг мы говорили об этом Между прилагательными Между глаголами Настает частица щин Значит дар это что это у нас? Дар это глагол Если это глагол можно таким шоком? Нет Ни в коем разе Значит так что у нас? Распространяться Распространяться Что вы говорите? Ну нет так и нашел Даршин Гева так и нашел Вот это плохо Ну я просто успела только Дар это распространяться Гева это увеличиваться Даршин Гева То есть оно распространяется и увеличивается Безграничное Безграничное Безкрайное Безграничное Символ того что оно безграничное Чемба И вот это оно символизирует Даже смотрите у нас Неизвестные Стоит два слова Ну точнее одно из них мы знаем Другое мы не знаем Может кто-то знает Может не знает В конце вот оно написано вот так вот Что это такое? Посмотрите СОН 2 ЧЕСЁ ЧЕСЁ СО это нам надо переводить или нет? Нет нет ЧЕСЁ такое Это значит вот что мы перевели Больше нечего Нет ничего Это подытоживает он ЧЕ это значит вот вместе 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 что? То есть вот это вот все вместе ЧЕСЁ То есть вот это все символизирует То есть в данном случае На русский это переводить не надо Ну да Ну можно конечно перевести что ИТОГО Но будет звучать конечно дико Ну давайте вы теперь читайте мелкими буквами то что там написано Да Человек Надо сказать что вы все забыли Человек который по три занятия Крианда пропускает Да Читайте Я бы готова Я бы готова Вы забыли Вы знаете Я чувствую я уже по всему Уже готов Не всякие глаза будут прочитать Да Да Ну попробуем ЧЕПА 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 А это к другому слову наверное ЧЕПА А как вы предполагаете Вот как это Что это у нас должно быть Просто логически помните Вот это вот ПА И потом у нас А Такое у нас может быть Да ни в каком здравом уме У нас так быть не может Из этого стоит сделать вот Что А наверное принужит другому слову Которое идет За ним ЧЕПА 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 на самом деле, наверное, слишком сложный текст что ты как-то совсем не делал здесь еще очень плохо нажать эту текст Саня написал ниже, потому что не поместилось тембеп написано там это надо переводить, соответственно, вместе тембеп и дальше что? намбей намбей что дальше? что? махом махом 2 2 2 2 3 4 Так... Гель? Гель или кель? Кель Гель? Гель? Гель или кель? Кель Кель Есть такое правило Я не знаю, кто из нас двоих больше страдает сейчас Все страдают Все страдают И что там, значит, как это перевести? Давайте все вместе колхозом переведем Потому что я чувствую, иначе это Иначе мы не пойдем с вами домой сегодня Вот это сказано, я так понимаю Да То есть здесь вот это, по всей видимости, какая-то цитата из какого-то текста А вообще, кто придумал этот флаг? Кто-нибудь знает? Есть предположения? Ну не Путин точно Да, ну давайте на это мы сойдемся Не Путин точно Это у нас будет утверждение через отрицание Не Путин точно Ограничивает круг Возможных создателей Этого флага Мы с вами сядем, наверное На сколько? Я думаю надолго Главное, чтобы не как в 37-м В 37-м там многие сели и уже никогда не встали А без права переписки Нет, там И дальше что? Так что написано? Я так думаю, что это не само правительство, а самим правительством что-то сделано? Ну скорее всего Здесь тоже по-разному можно сказать Само правительство утвердило Утвердило Это ирогативный язык Здесь можно перевести то, что в русском у нас переводится и митинг То есть оно правительство утвердило Нет, это как правительство утвердило Вот Тенверг как у нас переводится? Это как образ основания Деп или Беп? Я так и не поняла Я не вижу себя Беп-беп Это Беп читается? Да Что? Это книга полная Нет, нет, нет Это Деп-книга Здесь же две Б же Мы же говорили об этом И потом я же говорил, это вместе надо переводить To come down front To come down front, наверное, здесь не этот смысл, наверное Я же говорил, вот так же надо переводить вместе Вы проверяете, вот в этот вариант? В этот вариант Решение Решение Здесь много, здесь много значений и надо выбирать по контексту Но здесь settled, decided, fixed, resolved То есть это что это? Extended Это значит Раншунгит, тембет, то есть определенный своим собственным правительством Чем своим собственным? Тибетским правительством Ну когда оно еще было? Намба что такое? Намба в данном случае, смотрите, я уже говорил Ну и повторюсь, потому что повторение это С одной стороны, наверное, мучение, а с другой стороны, учение Чем это, смотрите, у нас, если это уважительный язык, то он будет принимать вот такую вот намба Значит, определенный или как, ну, установленный правительство Мочи Что это такое? Мочи мы с вами уже проходили? Да, было там раньше мочи, но ищем еще раз мочи Что же там у нас? Это мочи Нет, нет, я же говорю мочи Говоря про Путина, это не то путинское мочить Это неповелительное наклонение в данном случае Мочи, это тибетское слово Я же сказал мочи, смотрите Я же сказал мочи Мочи Нашли? Ну, нашли? Вот чей Прототип Вот, прототип Тут еще набросок, стерк А, слушай, у тебя тоже яблоко Да, отлично Дизайн Тибетцы, между прочим Эй, вот так называют Пишут Да, пока Пишут Пишут Прототип, модель Скетч Скетч, модел Каптер Уридинир, что ли, или что-нибудь Или так Короче, это оригинал у нас будет мочи Это изначальная копия или оригинал То есть, вот делается копия То есть, здесь, вот этот вот Вот это вот, все, это что? Утвержденные своим собственным правительством Что? Мочи Оригинал Ну, какой-то, скажем, оригинал Тар В данном случае не подобно А в соответствии надо написать здесь Тар в соответствии И кёба О, что это значит? Кёба О, какой-то здесь размещенный Размещенный или данный То есть, здесь вот этот вот Вот этот вот текст Который мы сейчас с вами прочитали Он был организован или Фу, размещен В соответствии с оригиналом Или в соответствии с материнской копией Которая была Утверждена чем? Своим собственным правительством То есть, своим собственным тибетским правительством Вот, чтобы не соврать Не хочу позориться Но все же Предположу Что, если не ошибаюсь 13-й Далай-Лам Придумал этот флаг Один из Далай-Лам По-моему, он 13-й А что, раньше не было этого флага у них? До 13-го А, раньше 13-й это... Дело в том, что Раньше, видимо, очень часто Не задумывались Такими вещами В общем, 13-й Далай-Лам Первый столкнулся с Европой И решил Не уходу бы чем-нибудь получиться Ладно сделать Если не ошибаюсь 13-й Далай-Лам Ну, вообще, в Тибете же все поздно случилось А когда первые печатные деньги у них появились? Тоже при 13-м Далай-Лам То есть, у них многое что появилось при 13-м Далай-Лам Ну, просто последствия столкнули меня с англичанами Да, конечно Конечно Экспедиция Ян Хасбента подвинула 13-го Далай-Лам На какие-то реформы Он понял, что так, как сейчас они живут, нельзя А потом, когда все офицеры вышли во вставку Во вставку, английские Они еще не будут по на вставке Вставку А, да Делать на старые вещи, вот Вы кого имеете в виду? Чарза Белла? Ну, наверное Который был офицером, а вдруг вставку Нет, там у них не все говорят по-требески Так, ну что же, все Мы дочитаем этот текст Давайте дочитаем Вот здесь вот ниже у нас 5 приложений И они очень легкие по-быстрому Давайте уже Давайте Давайте С кого начнем? Давайте кто-нибудь проявит инициативу Давайте с вас Вот с вас начнем Да, давайте Я хочу задник Джон Дар Что там написано? Джон Дар Не можете? Ну, прочесть Прочесть Домашнее задание понятно А как оно получается, домашнее задание? Вы понимаете, что на английском домашнее задание там понятно Это home work На русском домашнее задание точно так же Домашнее задание Здесь у нас из каких слов состоит это понятие Домашнее задание Это домашнее задание Чего у нас состоит? Давайте переводить тогда Джон Дар Что это у нас? Это учить Это учить Да Соответственно Дар тоже должно иметь какое-то значение Какое? Дар Дар что значит? Это глагол или глагол у нас? Термин Как? Термин Нет Да было бы термин Да это уже было бы в падеже у нас термин А это вряд ли здесь в падеже термин И во-вторых это вообще вряд ли существительное Да Дар Дар Не знаю почему-то написано что Лаг Нет Дар Перфект Орт Дар Которые Бусаран Дар Шарп Бэтненс Бэтненс это значит Затачивать Полировать Оттачивать Джон Дар Соответственно это Оттачивать изучение То есть ты вот что-то выучил А потом еще отполировал Джон Дар Повторение Это смысл такой Джон Дар это повторение изучения То есть дарва это действие которое снова и снова повторяется То есть вы что-то там полируете, оттачиваете Вот если Джон Дар Это вот такое вот оттачивание Оттачивание изучения Или изученного скорее Джон Дар Понимаете? Для них совсем другой подход Это не какой-то холмборк, что ты носишь домой А то, что ты делаешь всегда Это другой менталитет Это то, чем ты оттачиваешь Это то, что символ технологии А в анламенте нету Там не дар Там символ терминология без Ра пишется Только что же обсудили Давайте дочитаем пять предложений Пойдете по домам Что там у нас написано дальше? Там от них знакомые слова Если это повторение Повторение это то, что мы уже прошли Вот если вы учили этот текст Мы сейчас вот эти пять предложений быстро прочтем Давайте Что там написано? Читайте дальше Гелдар 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 Дану 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 Реально Я бился, чтобы мы читали правильное сочетание И Ики О, я заметил это не только вы так читаете Это Саша тоже, если бы вы не ошиблись Наверное, Саша тоже так начал Запомните еще раз Да Видите у нас предписная да Потом идет ба И под ней есть и что-то То это читается только нижняя часть Мы же сто раз это уже проходили Дальше Дальше Вот это вот нам Это в данном случае работает как вопросительная частица Помните у нас были частицы, я говорил, что они значат либо вопрос, либо или В данном случае вряд ли это или Это вопросительная частица, то есть она указывает на вопрос Кам Это мы тоже проходили Вопросительные слова мы с вами проходили Я вам говорил, какие бывают вопросительности Что вот это вот значит Кам Что Ну и давайте смотреть Гелдар это что такое? Флаг Флаг Какой флаг? Победа Нет Мы это проходили Я клянусь мы это проходили Гелдар что значит? А Национальный флаг Государственный флаг Да не национальный, государственный флаг И что значит? Центр Центр Ики Камри Что это такое? Камри Снежная гора Снежная гора Эргатив есть? Хорошо Орудный падеж есть? Да Что символизирует Снежная гора Снежная гора Вот Слава Господи Тебе Аллилуйя Сережа Вы спасаете наш вечер сегодня Мы все-таки видимо более-менее в Ольве уйдем домой сегодня Ну и что символизирует Давайте не будем на тибетском отвечать Потому что если вы сейчас будете отвечать на тибетском Я думал я сам застрелюсь Поэтому давайте на русском хотя бы ответим Что символизирует у нас Снежная гора в центре Вы что не помните что ли? Нет Ладно, бог с ним Просто я подумал что единственная альтернатива это снова лезть в текст И заново все переходить Я не выдержу Пойдемте дальше Вопрос понял? Уже хорошо Умные люди это те, которые понимают вопрос И пусть они не знают ответы, но они уже поняли вопрос Погромичимся этим Давайте Давайте вы почитайте Чистая земля Чистая земля Плюс-минус Ана Кетешеров Плюс-минус Где-то она конечно символизировала Ну ничего Это хорошо уже Символизирует устройство великого государства Тибета На самом деле Которое является так и так далее и так далее Давайте дальше читать Следующие вопросы Вы понимаете что все это вопросы Я понял, давайте будем делать, у меня не знакомый мастер, будем делать татуировки. Язычок, зубы, церебральные, что там у вас было, вам тоже сделаю. Все, я чувствую, и будем, знаете, есть такой фильм, там у человека карта была на теле. Там будет прям грамматика. Что я так? Давайте не будем считать друг, нам не надо друг. Друг это русское слово, друг это друг. Что получается? Низкий тон. Слышите все? Чуги. 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 Что это такое? Отлично, дальше что? Тан, цен, нам. Цен. При дыхании больше. Цен. Цен нам. Вот это нам сейчас в разговорных используется только как, только в уважительном языке. Там через пейлю. Пей-ве. В письменном вот так. Это хороший письменный язык. Здесь говорится. Чего это символизирует? Чего это символизирует? Чего это символизирует? Какие? Изначально. Какие они? Изначально. Какие они? Иначе придется в самом деле приглашать мастера. Будем хотеть татуированные все. Давайте дальше. Кто? Ну придется снова помернуться. Ничего не знаешь. Реки. Реки? Да. Реки. Правильно? У меня нет возражений, значит правильно. У меня есть. Реки, кордок. На. 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 К. 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 На. На. Мы проходили с вами. Эта, ма, демь, да? На. Там нет написанной им, да? Нет подписанной им. На или написанной им. Луна. Мы проходили с вами? Было мунак? Было. Что это назначило? Темно-синий. Кто-то что-то помнит. Отлично. А дальше что? Пельве. У нас все повторяется. У нас это даже неинтересно. Одни и те же синтактические конструкции. Что это значит? Давайте, помогайте. Красный цвет родов и темно-синий цвет не будут распространяющиеся. Пельва, это перемешанные или перемежающиеся. Что они символизируют? Что они символизируют, вот эти два цвета, которые перемежаются? Помните у нас это было? Да. Отлично. Они символизируют, что вот эти вот... Нет, это не две власти. А я с вами как обрадовался. Ахахахаха. Нет, это символизирует, что два защитника, они выполняют деяния, постоянно не отвлекаясь по защите двух видов правлений. А какие два защитника? Ахахаха. 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 Дальше поехали. Ну, Динара, давайте почитаем. Я убьюсь когда-нибудь с вами. Канри. Мы это Канри уже читаем. Мы читаем, наверное, с самого начала. У нас Канри, это снежные горы, уже... Как колено ли? Я... Канри. Доimal высшее, Нио... Нио. Да. Нио, Нио. Нио. Нио, не низкое. Ну, дсп Sigalren я пришла в руке. Канри? А мне не хватает сюда Кермиона из Скарри Поттера, который все знал. Да. Всегда так. Ты, по-моему, Дора тоже не хватает. Ну, соответственно, что значит две снежные горы? Две снежные горы? Нет, нет, нет. Две — это пик Гарри. Вот так это происходит. Вот, Динара, вот в будущем вы будете так переводить. Там будет одно написано. У нас вот на картинке одна гора, а у вас 22. Вы представляете, у вас какие переводы будут? Ну, так это не происходит. Вот так вот развивается и распространяется тибетский буддизм. Вот на таких переводах. Зато у нас больше всего будет, чем у них. Да, конечно. Что это значит? Давайте дальше переведем. У нас еще одно предложение осталось. Ну, не помню. Давайте помогаем. Что проакрывается? Проспостраняется. Пронизывать охватывается. Да, да, да. Господи, прошу. Мы писали, как говорилось? Много раз. Ни раз, ни два. Вершины горы распространяющие лучи свои всеохватывающие солнца. Чего есть символ? Что же вы видите? Нет, здесь говорится. Кяпи вот этим охватыванием или пронизывает. Ниё. Солнечными лучами с вершины снежной горы. Что здесь символизируется? Ну, я даже не буду спрашивать. Я лучше сам скажу, это быстрее будет. Символизирует то, что все тибетцы наслаждаются. Все жители тибетов наслаждаются. Чем они там наслаждались? Свободой, хармой, богатством, счастьем и благополучием. Что там дальше у нас? Последний вопрос. Люда, давайте вам последний вопрос. Давайте, Люда. Ни за что. Я хочу живой уйти отсюда. Когда меня пристрелят. Это ваш последний шанс уйти живой. Всё. Уйти живой. Значит, всё. Сейчас поставите его. Я говорю. Давайте вычитать. Вот эти два льва, что символизируют? Что символизируют эти два льва? Сейчас я найду, где они у нас были. Вот, которые держатся в провязке. Это такой символизирует. Ну, 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 ну. Хачу кивачутан, мечу цанма чудук. Их пор любит, словно добрый наш тих, тесучий патрон. Символизирует то, что тибетцы они ценят и хранят, так сказать, вот эти две традиции управления и так далее. То есть свой собственный закон двух традиций управления. Ну, мы не дочитали до конца, конечно, здесь вот видите, страничка номер три. Если вот кто-то помнит еще номера, здесь есть два маленьких три. И вот десять у нас, видите, там еще осталось. Мы не будем уже до четырех. В следующий раз я тогда пришлю какой-нибудь текст попроще. Какой-нибудь очень простой текст. Надо сперва его найти, выбрать, чтобы хоть как-то нам было легче читать. Потому что этот текст это совсем трудно дался. Ну, вы видите, ничего, мы его прочли. И здесь еще остались. Мы теперь знаем, что на тибетском флаге у нас две горы. Два соби. Что же ты дал, боже? Ханя, нам и говани я там много, очень хорошо. Поверьте были, 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 Спасибо.